Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Как всегда, мы стараемся самыми простыми словами говорить о нашей православной вере, с одной стороны, а с другой стороны стараемся освещать то, как евангельские принципы, библейские заповеди, христианское учение отразилось в искусстве, в культуре, в биографиях конкретных людей. 2021 год для нашей страны, для культуры нашей страны юбилейный. В далеком 1821 году родился некогда один из любимейших писателей, один из известнейших писателей нашей страны, Федор Михайлович Достоевский. Ну и как не посвятить этому юбилею передачи? Сегодня мы встречаемся в нашей студии с кандидатом филологических наук, с преподавателем Самарской духовной семинарии Екатериной Александровной Щепалиной. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Здравствуйте, Сергей, и рада приветствовать всех наших дорогих телезрителей. Екатерина Александровна, ну, в общем, мы с вами, обсуждая тему наших встреч, понятно, договорились, что Достоевский – неисчерпаемая фигура, и огромное количество литературы исследовательской ему посвящено, и огромное количество всякого рода передач, и у нас есть даже особая категория в литературоведении – Достоевсковедение, да, или… Достоевистика. Достоевистика, вот, да. То есть есть ученые, которые целенаправленно занимаются Достоевским, и понятное дело, что времени даже, наверное, трех, четырех, пяти передач не хватит нам для того, чтобы полновесно какие-то вещи обсудить. Поэтому мы озаглавим цикл из двух наших встреч, посвященных Федору Михайловичу. Зачем Федор Михайлович современному русскому человеку? То есть действительно ли это прочитанный писатель? Действительно ли современная школа, именно берем среднюю школу, помогает ученику прочитать Достоевского, понять его? Действительно ли Достоевского нужно читать в школе? Может быть, это больше университетский писатель для большинства, а может быть, вообще для зрелого читателя он поднимает такие глубинные вещи. Вот спектр этих вопросов, так или иначе, мы постараемся осветить. Ну и понятное дело, что чем мастите классик, вот, Пушкин ли, Гоголь ли, Достоевский ли, Толстой ли, у людей как бы замыливается глаз, у них складывается ощущение, что они все об этом писателе знают. Это, безусловно, понятный писатель, безусловно, принятый гений. И это часто играет злую шутку с писателем, потому что он превращается в такого барона Мюнгаузена. То есть, я напомню, что до того момента, пока барон был жив, он был всем неудобен, он был всем неприятен, но как только он погибает, его дом превращается в музей, и все поют красивые оды, и все складывается, какое-то такое ощущение, что действительно это был величайший классик. Ну, это вот такая небольшая преамбула к нашему диалогу. Я бы хотел начать с такого общего, может быть, вопроса. Среди моих друзей, знакомых, уважаемых литературоведов, филологов, встречаются те люди, которые категорически не приемлют Достоевского, считают его достаточно посредственным писателем, считают его каким-то сентиментальным, темным, таким плаксивым писателем, и считают, что даже там особо нечего рассматривать. Ну и помимо даже литературоведов, мы знаем, что тот же Набоков очень не любил Достоевского, называл многие из тех вещей, которые были ему неприятны, Достоевщиной. Вот как вам кажется, почему, в чем феномен Достоевского, что он так жестко и полярно делит людей на какие-то лагеря? Кто-то его считает однозначно гением, кто-то его считает посредственностью, кто-то его считает святым, кто-то его считает грешником, который описал себя самого во многих своих романах. Вот как вам кажется, почему? Интересное рассуждение, Сергей, вы подняли. Я думаю, что признак любого великого человека, который оставил хоть какой-то отпечаток, какой-то след после себя, это как раз вот такая разнонаправленная реакция, скажем так. Ну, что уж далеко ходить, сам Христос неоднозначно воспринимается многими до сих пор и будет восприниматься. И это, скажем так, одной передачи или кучей монографий не изменить. К счастью или к сожалению, тут уже не нам решать, я думаю, с Достоевским то же самое. Если фигура представляет некий интерес для рассмотрения, она всегда найдет какие-то противоречия, какие-то разные взгляды на его собственные точки зрения. И, собственно, если рассматривать фигуру Достоевского, здесь все именно так. Как мы знаем, типичные характеристики человека, в том числе русского человека, об этом Достоевский не раз говорит, это двойственность, амбивалентность, такое бытие на границе, что ли. Какое интересное слово, хронотоп. Я думаю, для зрителей надо пояснить, что это значит. Надо пояснить такое соединение времени и пространства, когда в тексте произведения возникают какие-то знаковые точки, иллюстрирующие, скажем так, писательство того или иного автора, его особенности. И вот в данном случае для Достоевского это такой хронотоп порога, пограничного состояния, бытие на острие, назовем так. Стихи даже чуть-чуть получились. И действительно сама его жизнь такова. То есть это некий баланс между состоянием погруженности в порочность этого мира, порочность собственной души и желание вырваться навстречу к Богу. И эта борьба каждодневная. Нельзя сказать, что она окончательно завершена в какой-то из моментов. И этим Достоевский, я думаю, и интересен. То есть тут нет возможности поставить точку, это постоянный поиск баланса. И я думаю, для современного человека это наиболее, наверное, важный момент. Потому что если мы посмотрим, как мы живем сегодня, те кризисные времена, о которых нам постоянно говорят, связанные не только с экономикой сегодня уже, но еще и со здоровьем многих людей, бытие на пороге, когда ты не знаешь, сегодня у тебя наступит или нет, сейчас это работает твое, скажем так, сознание, да, ты в здравом уме. Или же это сон, или это пограничие некое. Вот когда ты за это не отвечаешь и при этом должен остаться человеком, остаться личностью, и, как вы правильно сказали в начале передачи, Достоевский о человеке задумывается, да, то есть здесь кто ты в этот момент? Ты обретаешь лик или у тебя личина? Вот как, да, между этим найти некий баланс, вообще возможно ли это? И такое бытие на пороге, как мы уже сказали, а для русского человека, Достоевский говорит, да, бытие между церковью и кабаком, да, это вот, наверное, такой извечный вопрос. Поэтому Достоевский не понят, может быть, да, кто-то его будет как раз-таки поддерживать и рисовать некий нимб над писателем, кто-то будет говорить о его порочности, искать ее в тексте, и то, и другое, я думаю, Достоевского, скорее всего, самого бы не интересовало. И вот эти вот моменты, когда многие пытаются найти биографические подробности, да, сопоставить, а где же, а когда же вот он заболел, например, да, эпилепсией, и вот началось, где в тексте? Ну, понимаете, здесь такой момент, что мы не за этим изучаем литературные произведения, и не этого бы от нас сам Достоевский хотел. Речь идет о том, что человек погружен вот в этот мир греха, в мир фрагментированный, разрозненный, и ничего мы с этим сделать не можем. И поэтому Достоевский никаких готовых решений в своих текстах, ну, как мы привыкли, не дает. Ну, например, если сравнить, там, с Львом Николаевичем Толстым, да, который нас полномерно ведет. Моралист такой, да. А вдруг вы не поняли, что почувствовала. Тогда я вам на французском об этом еще скажу. Достоевский так не делает, причем сознательно. Поэтому, когда многие пытаются выстроить некий пазл, говорят, а вот я пытаюсь разобраться и понять, там, точка А, точка Б, как они соединяются. А это не нужно делать. То есть здесь Достоевский не этого от нас ждет. Он просто помогает, скажем так, присутствуя рядом, погрузиться вот в этот вот мир. Но, если вот только на этом поставить точку, то есть погрузиться в мир греха, и все на этом. Ну, спасибо. Вот поэтому возникают вопросы о некой там истеричности его героев, слезливой плаксивости, злобом уни ручек. И уходим там в другой момент, разбор психотипов Достоевского, различных попыток найти какие-то диагнозы у героев, даже, ну, в общем, такие переборы, скажем так. Речь идет о том, что вот нагнетая эту обстановку, да, сгущая краски, может быть, в каком-то смысле, когда там говорят о некой сентиментальности, нагнетая тучи, мы понимаем, точнее, должны понять, вот чего от нас, собственно, Достоевский хочет, что только погружаясь вот в этот текст, как и в этот мир, мы не найдем ответ. Потому что он, собственно, находится за границами текста и за границами этого мира. И вот погружение и текста, и себя самого после прочтения в библейский контекст, то есть то, что как раз... То есть правильно я понимаю, что мы Достоевского понять не можем, не прочитав Евангелие? Думаю, да. Можно и так сказать. Точнее, можем сказать так, что мы полного понимания, я думаю, вообще вопрос можем ли обрести, тут еще это отдельные философские рассуждения на эту тему можно предпринимать, мы должны получить некое направление поиска после чтения. То есть там, опять же, нет конкретного посыла, да, после того, как вы закрыли книгу, иди, читай Евангелие, обязательно, там Достоевский пальчиком грозит. Нет. Речь идет о том, что если при внимательном прочтении и при погружении вот... В текст. В текст, это происходит само собой. То есть нет никакого навязывания, но при этом выбор остается всегда как за героем, так и за читателем. Это, наверное, такая особенность Достоевского. За внимательным читателем, скажем. Да, да. То есть если ты не отбываешь повинность школьную, когда тебе нужно прочитать список на лето, а когда ты действительно хочешь нечто важное понять, о чем писатель, то, конечно, условно говоря, там между строк стоят звездочки, сносочки, которых писатель вроде бы как бы и не ставил, но ты их просто понимаешь, что они там присутствуют. И для того, чтобы максимально понять, о чем автор, нужно к этим звездочкам обратиться. Давайте очертим некое проблемное поле для Достоевского. То есть, во-первых, как у любого писателя, а у Достоевского... Как у любого писателя есть путь, а у Достоевского он еще очень такой изломанный. Вот. То есть мы помним и ту степень его непризнанности при жизни, и то, как он вдруг неожиданно для себя проснулся одномоментно в один день после написания, по-моему, бедных людей, если мне память не изменяет, просыпается вдруг известным, его начинают сравнивать с Гоголем, его начинают сопоставлять с шинелью Гоголя и так далее, и так далее. Вот этот изломанный путь, соответственно, наверное, как-то трансформирует какие-то идеи. Какими-то идеями он занимался, например, на заре творчества, какими-то идеями в зрелом варианте. То есть мы прекрасно помним, как он был, к сожалению, занят вопросом выживания. И часто, например, условно говоря, сдавал книгу, еще ее не дописав, для того, чтобы получить гонорар. И, в общем-то, эта неровность и шероховатость в языке, она часто прочитывается, ну, отмечается, по крайней мере, некоторыми исследователями. Вот какие мы могли бы вехи выделить в идеях Достоевского? Что его волнует, как писателя, как мыслителя, как философа религиозного, как человека? Ну, действительно, когда вы сейчас сказали о неких вехах, думаю, это правильный подход к пониманию биографии, потому что, когда мы идем по сухим датам и смотрим конкретные годы, особенно, как принято очень часто рассматривать рассматривать, школьные традиции в том числе, это, ну, по меньшей мере, понятное дело, скучно, а во-вторых, неэффективно, потому что вы через три минуты все это забудете. И вот как раз подход к биографии, как, ну, некому духовному бытию, неким озарением, которые происходят в протяжении жизненного пути, это и есть, я думаю, тот самый ключ, да, к разгадыванию, в принципе, любого человека. То есть если мы даже о себе попробуем составить некоторые эпизоды, то я не думаю, что там будут огромное количество дат, это все будет как-то даже обеднять. Так вот, если вернуться к Достоевскому, ну, здесь, конечно, мы можем выделить какие-то детские годы, почему я об этом скажу, просто принято, да, в общем, детство писателей, место, родители. Здесь просто надо понять одну важную вещь, что он как личность сформировался, в том числе и под влиянием семьи, и этот уклад, достаточно сказать, патриархальный, который у него был дома, во многом собрал его как личность, он вспоминал об этом не раз, и не случайно некоторые детские воспоминания оживляют его душу уже впоследствии, когда испытания и страдания настигнет писателя более активно, скажем так. И дальнейшее его бытие уже обучение, кстати, нелюбимое обучение в инженерном училище, вот к вопросу о том, что нас заставляют, да, какие-то вещи делать вопреки нашим желаниям. Вообще, кстати говоря, прошу прощения, что перебиваю, но вот с Достоевским все так. Он терпеть не мог Питер, жил в Питере, обожал Москву, терпеть не мог Питер, его называют, ну, как бы, есть отдельная тема исследований Питер Достоевского, и у него Питер становится каким-то живым таким прорисованным персонажем, и люди ошибочно считают, что он очень любил Питера, он его терпеть не мог. Он не любил учиться там, где учился, и при этом продолжал учиться. Вот это такая удивительная черта биографии, ну, я, впрочем, просто так, в качестве ремарки захотел это просто ставить. И, в общем-то, эти вещи не случайны, то есть они накапливаются, ну, в принципе, любого человека, да, как говорят нам современные психоаналитики, скоро вас прорвет. В общем-то, можно сказать, в каком-то смысле с Достоевским похожий момент происходит, он увлекается идеями социалистического толка, и мы знаем его знаменитое попадание в кружок Петрашевцев, за что он был приговорен на минуточку, да, к смертной казни. Тут такой момент, зачитывает письмо, запрещенное в то время, Белинского Гоголю, и тут одно из обвинений, самое яркое на тот момент для него, именно за это. Ну, этот эпизод повлиял во многом и на переосмысление жизни Достоевским, можно даже, опять же, представить, как-нибудь спроецировать этот эпизод на себя лично. Вот, человека приговорили к смертной казни, это знаменитый момент, я думаю, и телезрители, скорее всего, об этом знают и слышали. Семеновский плац, всех вывели, готовятся к расстрелу, но уже... Он второй. Да, уже известно о помиловании, но об этом не знают арестанты, и тут им объявляют о помиловании, когда уже практически все с жизнью попрощались, причем один из арестантов сходит с ума, и этот эпизод как воспоминания просачивается в роман «Идет», не случайно Лев Мышкин об этом специально говорит. Так вот, вот это ощущение на границе бытие, оно уже здесь активно проявляет и, естественно, оставляет след в душе писателя, и мы знаем, что дальнейшее его существование это не полное освобождение, это каторга все-таки, и потом он рядовым дослуживал, ну да, была амнистия, еще в 1956 году, но тем не менее, вот это состояние несвободы дальнейшей, то есть круг сужается, скажем так, в начале какие-то эпизоды связаны с тем, что он не выбирал в своей жизни, смерть матери, кстати, тоже повлиялась, смерть Пушкина для него, это ориентир в жизни. Да. И тут, конечно, спорные моменты, вроде бы, может быть, это был припадок, может быть, убийство, тоже отдельный момент для исследования. И вот, собственно, заключение. И что, в общем-то, можно ожидать от человека, который находится на каторге? Ну, дальнейшего озлобления, наверное. Нет, он проснется однажды на нарах и скажет, как он всех любит. Сомнительно. Там даже больше мне понравилась эта мысль, когда он входит в этот, ну, то есть, в эту тюрьму, видит лежащих на нарах заключенных, он говорит, может быть, когда-нибудь наступит время, и я буду с величайшей теплотой и радостью вспоминать это время. И ты читаешь, ты просто приходишь в ужас, да, то есть, насколько человек, по сути дела, свою жизнь всю превращает в некий эксперимент, да, того, как, насколько я могу расчеловечиться или очеловечиться и так далее. И вот как раз один из эпизодов каторги мы находим в его небольшом рассказе «Мужик Морей». Он, кстати, мало известен. И он открывает, по сути, Достоевского на каторге по-другому во многом. Включается дневник писателя. Это, кстати, пасхальный рассказ, потому что действие-то происходит на второй день светлого праздника, светлая неделя идет. И вот эта жуткая картина заключения, да, буйства арестантов, вот эта гадость бытия, да, гадкость и ненависть к людям, которые вокруг. Как их можно любить, возникает вопрос. И тут, почему мы про детство как раз говорили, эпизод вспоминается Достоевскому, когда он девятилетним мальчиком в поле встречает пашущего русского мужика. По имени Морей. Такая вот интересная ситуация. И имя тоже необычное. Тоже множество различных догадок, как его расшифровывать. Моженство исследователей сводит свою мысль к тому, что это отсылка к имени Богородицы, да, мореологичный такой образ. А, вот так вот. Да, потому что, несмотря на свою мужественность, да, это такой крепкий, настоящий русский мужик, он обладает материнской лаской и добротой. Как и весь русский народ, собственно говоря. И вот когда маленький Достоевский его увидит, и вдруг где-то ему чудится звук о том, что бежит волк, да, он услышал как будто бы крик, он обращается за помощью к этому мужику, да, и сигнализирует ему там, волк бежит. На что тут невозмутимо и спокойно говорит о том, что этого нет. Ребенок не усыпакается, говорит снова, волк бежит. Да нет никого. И он не просто читает ему, знаете, там проповеди о том, что волка нет и не было, и не будет. Он подходит к нему и касается земляным пальцем, такой вот важный момент, да, его уст. Ну, во многом это такой образ символ, да, отверзание уст практически. Пророк, да, Пушкинский здесь вспоминается. И, конечно, тоже библейский образ во многом. И вот с этой секунды мальчик чувствует некое успокоение. То есть вот его ласка русского народа обогрела. И после того, как он это воспоминание, скажем так, откладывает на какой-то момент в своем сознании, он понимает, что теперь в сердце его наступило некое облегчение. Он познал любовь к людям, и уже вот эти все вопликрики, которые рядом с ним, не так им воспринимаются. Вот для того, чтобы испытать вот это секундное, скажем так, озарение, нужно было вот столько пострадать. Это, ну, некий такой закон духовный, что ли, который Достоевский нам демонстрирует. То есть нужно претерпеть долгое распятие, чтобы, в общем-то... Долгое даже не столько по времени, сколько по именно интенсивности переживаний. Чтобы прийти к личной Пасхе. Ну, вот, наверное, вот движение к личной Пасхе, это и есть путь Достоевского. Достоевского в целом. То есть, правильно я понимаю, человек заботит Достоевского в самом таком... То есть можно его называть таким антропологом, литературным антропологом. Он исследует человека, но не как лягушку препарирует ее, а он стремится войти в некие глубины антропологические для того, чтобы человек стал ему более ясен, чтобы читателю что-то о себе самом понять. Ну, и понятно, что вокруг человека его как бы волнуют темы... Ну, сейчас бы мы сказали, экзистенциальные. То есть это такой экзистенциалист, Достоевский экзистенциалист. Его волнует экзистенция человека, волнует жизненный путь, сплетенный из страданий и радостей, из греховности и покаяния, из смерти, получается, и воскресения. То есть действительно мы можем потом в произведениях находить вот эту какую-то синусоиду, самый, наверное, неоднозначный, одновременно ужасный и прекрасный одновременно персонаж Ставрогина, который и, безусловно, вызывает отторжение. Это такая мерзопакостная личность, совратившая 12-летнюю девочку, и в то же время стремящаяся к Богу и не могущая его обрести. Вот эту вот синусоиду мы будем находить практически во всех произведениях, хотя вот эти колебания. Ну и, конечно, вот мне кажется, важным, уж коли мы сказали, то есть правильно я вас понял, что каторга является, ну, вот, приговорение к смерти, каторга является таким водоразделом, который, как бы, мы можем говорить, что есть Достоевский до и Достоевский после. Если более значительно, вот биографически брать, да. Ну, конечно, если мы понимаем, что биографическая вещь не может быть однозначно только, да, приравнена к тексту, да, это такой опасный путь достаточно, вот, искать, с какого момента человек стал другим, и вот в тексте тоже все изменилось. Да, это так, но это долгий процесс. Просто вот такая более сильная, что ли, отправная точка, действительно, это такое страдание и испытание на каторге. То же самое, кстати, с Раскольниковым. Все пытаются понять, в какой же момент он раскаялся. И работа, в том числе и со школьниками, ну, я, в общем-то, тоже предпринимаю такие попытки общения, и дети спрашивают, а где, в какой момент, так я не поняла, он покаялся или нет. Так он понял или не понял? Так в том-то и дело, что это не происходит через секунду, это такая длительная работа, и следить за этим, но как раз Достоевский предлагает, да, как вот это нарастает. Ну и плюс это некий открытый вопрос. Да, да. И именно это пределает произведение. Поэтому нет готовых решений. Да, произведение делает гениальным. Но вот я еще бы к каторге вернулся в том ключе, что это сейчас у нас могут арестанты, не знаю, там, библиотеки открывать, при тюрьмах и так далее. А в то время, то есть XIX век, одним из самых страшных наказаний для человека вообще, ну а для писателя особенной в частности, это лишить его пера, ручки, и лишить его всяческой литературы. И Достоевский, четыре года живущий на каторге, имеет только одну единственную книгу, которую читает, это Евангелие. И мне кажется, еще одна тема, которая делает его фигуру, как писателя, не очень однозначной, потому что, с одной стороны, его называют христианским писателем, православным писателем, с другой стороны, есть люди, которые его называют еретиком, потому что фразу, всем известную наверняка, Достоевский произнес, и он с ней очень жестко так в сцепке ассоциируется, что если бы истина была вне Христа, то, что вообще как бы как раз и есть еретизм чистой воды, потому что истины вне Христа, потому что сам Христос о себе сказал, я есть путь и истины, и жизнь. Так вот, если бы мне доказали, говорит Достоевский, что истина вне Христа, я выбрал бы все равно Христа. Он сладчайший, он вдохновляющий, он утешающий. И вот эта вот персона Христа, которая, понятно, что не особо отчетливо прочитывается, не в лоб, это было бы, скорее всего, бездарный, признаком бездарности, но она присутствует практически во всех произведениях. Как он является... У нас немного времени остается для сегодняшней уже нашей встречи. Вот если просто подытожить и перекинуть мостик в следующую нашу встречу, передачу, как разрешает Достоевский тему христианства? Вообще он христианин, вот в нашем таком понимании, или же все-таки это своеобразное христианство, как вам кажется? Понятно. Ну, здесь тоже различные взгляды могут быть на эту позицию, однозначности мы здесь никогда не найдем. Просто надо понимать, чем мы собираемся заниматься. Неким судом над писателем, то есть искать его отступления, канонические какие-то или там еще в чем-то погрешности. Или же смотреть на вот его, скажем так, тяжелый путь, который все-таки ориентируется на верный пункт назначения. Как молодой ученый вы как определяете для себя? Я все-таки считаю, что Достоевский это, конечно же, христианин, которого есть, наверное, в каком-то плане свое христианство, свое понимание и свой художественный взгляд на это. То есть, понятно, что это не святой отец, который, в общем-то, только следует церковным установлениям. Здесь могут быть какие-то отступления от истины, но в целом он пребывает вот в той зоне поиска, которую как раз нам задает Христос. Поэтому не случайно вы сказали про личность Христа и то, что если бы доказали, то он бы не отступился, даже если бы Христос не являлся таковым, а потому что это доказательства, а они не нужны Достоевскому, и он нам их не предлагает искать. Для него христианство это показательство и свидетельство. А так как у него это свидетельство есть, он его пережил в сердце, поэтому ему ничего доказывать не надо. То есть, вот это вот некое личное исповедание. И поэтому, когда про ранние произведения мы сказали, упомянули бедных людей, там Двойник, например, попытка определить человека через социальное пространство была тогда у Достоевского такой отсылочкой к натурализму. А Достоевский в 1860-х и как раз позднее, уже смерти своей, Достоевский великого пятикнижия, пять знаменитых его романов, как раз, думаю, о них мы в дальнейшем поговорим. В следующий раз поговорим. И это уже другой Достоевский. Екатерина Александровна, спасибо огромное за сегодняшнюю нашу встречу. Мы, я думаю, по крайней мере, вызвали интерес к уже как будто бы понятому, привычному Достоевскому. Может быть, у кого-то возникнет желание его открыть для себя заново, школьные годы немножечко отложить за скобки и почитать его так, как они его не читали. Единственное, чем бы сегодняшнюю передачу мне бы хотелось закончить, тем, что мы с вами обсуждали, что, например, святые, некоторые святые православной церкви, такие, как, например, Иустин Попович, вот, сербский, он называл Достоевского своим учителем. То есть, уже немало, что Достоевский как минимум одного святого воспитал. Это к вопросу о его христианстве. На сегодня мы прощаемся, встретимся с вами в следующий понедельник. Храни всех вас Господь, Ангела Хранителя. Присоединяйтесь к нам в следующий понедельник. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова